здравствуйте у господин смолин мы сегодня с вами встречаемся в болгарии в солнечном городе софия столица где проходят сурд олимпийские игры и вы принимаете участие как главный судья этих соревнований по дзюдо хотелось бы у вас поинтересоваться впервые вы судья в таких соревнованиях именно по такой категории как бы не специфической категории людей с ограниченными ну как это говорится возможностями добрый день ну во первых я хотел бы внести маленькую корректировку моя функция была здесь не главного судьи как таково на самом подобном уровне как правило нет главного судьи а есть ответственный за организацию проведения от проводящей организации эти функции здесь выполняла николина дмитрова из болгарской федерации дзюдо то есть она подбирала организационный комитет судейский судейско вспомогательный аппарат и судьи которые работали на разных участках на разных направлениях в том числе и на татами моя функция была более высокого ранга и уровня я представлял судейскую комиссию европейского союза дзюдо и международной федерации дзюдо и мое присутствие здесь было согласовано с судейской комиссией как европейского союза так и международной федерации дзюдо ян снайдерс он у нас судейский директор ай джиев и и джиев естественно эта просьба была со стороны комитета олимпийского комитета среди слабослышащих вот как создали письки игры и я получил приглашение официальное вот от этих международных федераций но вот вы много судили соревнований самого высокого уровня как бы возвращаясь до к тому вопросу что насколько различная не имеет может быть методик или техника судейства вот именно таких соревнований они все-таки специфические да здесь какая-то нужна определенная терминология суди как проходили какую-то суде иметь ли какую-то такую практику когда надо сурдоперев перевод делать какой-то или как-то вот в этом что-то связано на ваш взгляд вот вы присутствовали сильно отличается это с обычным судейством безусловно имея большой практический жизненный опыт деятельности как говорится моей как арбитра и как члены судейской миссии вот я уже в судейской комиссии европейского жидо 16 лет до этого был арбитром значит я олимпик рефери судил олимпийские игры чемпионаты мира европы и так далее будем говорить но вот на подобном соревнованиях я впервые естественно есть определенная специфика судейства подобно соревнований моей практике были два-три соревнования для как говорится спортсменов которые не видят ослабленным или вообще практически невидящие вот а среди слабослышащих и будем так говорить глухих я впервые естественно для судей здесь должна быть определенная специфическая подготовка но если оценивать работу двухдневной вчера индивидуальные соревнования были сегодня командные то вчера были определенные сложности трудности потому что если в процентном соотношении то порядка девяносто пяти судей представляли болгарскую федерацию ну скажем откровенно это не очень сильные судьи они у нас и в европейской международной федерации поэтому было много мы будем так говорить как бы ошибок неправильной интерпретации не принятия неправильных решений поэтому мне вчера напряженная работа была мне пришлось как говорится в рамках полномочий доверенных мне давать консультации судьям и будем так говорить использовать видеосистемы для принятия правильного решения в чем здесь заключается особенность потому что мы знаем что спортсмены будем говорить слабослышащие естественно дистанция между арбитром и каждую каждое поединок каждую встречу обслужил три арбитра один на татаме и двое сидели за столом и использовали мы так называемый кирсистема видеосистему то есть поединок записывался на видеокамеру и при необходимости когда сложных ситуациях мы просматривали видео ситуацию и принимали правильное решение поэтому будем так говорить если судить ну как мы говорим нормальные соревнования по джидо входящую программу больших олимпийских игр то там дистанция арбитра от участников должна быть оптимальная и как правило мы рекомендуем держать дистанцию два с половиной три метра здесь в связи с тем что руководствует здравым смыслом в сложной ситуации чтобы спортсмены не нанесли себе травму друг другу особенно при проведении болевых приемов на локтевой сустав проведение удушающих приемов и будем так говорить выполняя технику в пределах рабочей зоны и когда оба участники за рабочую зону нужно вовремя дать команду матэ то есть остановить и вот здесь арбитр должен как спортсмен как атлет обладать хорошей взрывной способностью быстро подойти к обоим участникам двумя руками коснуться их два раза это означает стоп по терминологии дзюдо это матэ прекратить всякие действия к сожалению не все успевали судьи выполнять вот эти требования а какая-то работа перед турне этим турниром была проведена по вот той специфики именно остановки поединков специфики объяснения какой-то ситуации потому что не все же судьи владеют сурдопереводом безусловно за один день до соревнований было с 10 до 11 утра был проведен судейский семинар который проводил значит технический директор антони дамина дамиан из франции но я хочу сказать что он показал очень очень маленький объем вот этих специфических навыков которыми должны обладать судьи и уже в процессе вот двудневной работы и я как говорится наблюдая это и будем ориентируясь по и руководствуясь рекомендательными правилами можно вносили корректировки и я после каждого поединка там где возникали подобные сложные ситуации я давал консультацию судьям и живет второй день сегодня командное соревнование практически прошли на более качественном более высоком качественном уровне с точки зрения ну наверно не силы а подготовленности спортсменов участников этих соревнований насколько они можно их сравнить с соревнованиями которые проходят среди ну так называемых здоровых людей и если вообще в вашей практике было ли такое когда спортсмены ну которые слабо слышали или плохо слышали да как глухонемые да как называют принимали участие в турнирах чемпионатах мира нет и олимпийских игр которые не входят в программу сурда олимпийских но еще раз повторяюсь моей многолетней практике есть много примеров когда вот подобные спортсмены участвовали в официальных соревнованиях и буквально недавно я был судейским комиссаром на европейском юношеском олимпийском фестивале которые проводились в голландии и там как раз одна из девочек представительность великобритании ассоциации дзюдо великобритании она как раз но как мы говорим было глухая и она участвовала соревнованиях я скажу что она выступала достойно и завевал бронзовую медаль вот ну и несколько примеров будет нашего российского а советского дзюдо будем так говорить были такие спортсмены которые завоевали будем говорить высокие места в мировом ранге дзюдо и на чемпионатах мира и на европейских международных турнирах в частности как мы знаем сейчас вот валерий рухлядев валерий рухлядев вновь избранный президент олимпийского комитета слабослышащих глухих да будем так говорить ведь он нашей истории отечественного дзюдо был первым чемпионом советского союза среди ну будем так сказать здоровых будучи и будучи как бы плохо стоящим до следующим конечно он неоднократно был победителем вот этих подобных олимпийских игр и по вольной борьбе будем так говорить и по греко-римской борьбе то есть универсальность такая у него поэтому это нормально это закономерно и в практике больших соревнований были такие представители а на ваш взгляд вот вы посмотрели соревнования насколько уровень участников достаточно такой высокий или все-таки не все команды так более серьезно относится к подготовке спортсменов таким стартом ну если анализировать качественный состав спортсменов в первую очередь о представительстве порядка около 30 стран приняло участие в соревнованиях по дзюдо в сурдолимпийских играх это хорошее представительство и импонирует то что были разные континенты представители разных континентов азиатский континентальный союз это япония это корея это монголия естественно европейский союз дзюдо присутствовал абсолютное большинство представителей и паноамериканское дзюдо это бразилия то есть и уровень подготовки спортсменов если анализировать и результаты завоевания золотых медалей призовых мест серебряного качества и бронзового качества и так далее как правило это просматривается там где сильные дзюдо и будем говорить в этом отношении это естественно это россия это украина это япония это корея это бразилия это монголия будем и спортсмены демонстрировали хорошую технику как в положении борьбы стоит так положение лежа естественно хорошая классическая техника дзюдо демонстрировалась но вместе с тем допустим представительницы как правило это женское дзюдо было из индии другие страны там где ну просматривали несуэлла вот просматривалась как будто ну то есть они еще не имеют достаточного опыта естественно выглядели как в роли beginners начинателей говорится на начинающих но вместе с тем эмоции желание стремление проявить свои способности в виде в каждом поединке соответствующего позитивного качества эмоции будем так говорить придавали зрелищность и интерес в целом сорнований под жидо в программе вот сурдо олимпийских игр естественно доминантами были это россия и мы знаем по результатам они забывали 6 золотых медалей в индивидуальном чемпионате и сегодня достойно выиграли командный турнир и я надеюсь что завтра будет open абсолютная категория и там очень будем я хоть как хотел сказать хочу сказать что 45 реальных претендентов называние золотой медали это говорит о том что конкуренция представительства на этих сорнованиях очень высока если анализировать вот будем сорнования среди но были бы здоровых джудаистов и анализирует уже с 88 года сиульской олимпиаде медали заводят представители от 25 до 30 стран это говорит о чем о том что джудо в мире популярна и она занимает лидирующей позиции после футбола после легкой атлетики занимает третью строчку по количеству национальных федераций входящих международной федерации более 120 стран входят международной федерации джудо и уже вот несколько лет проводится сорнования высокого уровня в разных континентальных союзов это гранд-шлемы это гран-при турниры мастерские турниры ну естественно олимпийские игры чемпионаты мира это но будем так говорить способствует не только демонстрации высокой техники достижения результатов ну и будем говорить способствует развитие этого вида спорта как говорится в мире хочу немножко отойти от с сурдо олимпиады и несколько вопросов по поводу развития джудо на ваш взгляд вот за последние где-то лет шесть наверное семь до очень существенно изменились изменилось не только джудо но в основном она изменилась с точки зрения изменения правил проведения соревнований по джудо мы я не беру джудо классическое да как как отработка приемов да и совершенствование это физически демонстрационно ну как как для здоровья или просто для развития до всех физических качеств а как соревновательно не и как как вы думаете вот это изменение практически вот я тоже слежу за этим постоянное до изменения каких-то правил там то в тех не в технике столько в допустимых нормах проведения тех или иных приемов насколько это хорошо ли вот так постоянно их менять и приносит ли это пользу в общем именно в соревновательному джудо но я понял вопрос такой объемного такого характера что я на это отвечу естественно все знаем что родоначальниками джудо явились и странное государство это япония и в свое время они проявили максимум усилий для того чтобы джудо стало мировым спортом и мы знаем что с 1964 года когда в токио проводились олимпийские игры джудо было представлено как вид спорта который был рекомендован для включения в программу олимпийских игр в 1968 году мехика джудо не было в программе олимпийских игр а уже с 1972 года джудо основательно подписалась в программу олимпийских игр и в дальнейшем двигая вперед с 1990 1992 года барселоне женское джудо вошло в программу олимпийских игр и выражаясь таким но будем говорить вообще использую общепринятую фразу что джудо это медал и емкий вид спорта естественно в программа олимпийских игр в программу олимпийских включено много видов спорта и это как выражаясь спортивным языком это сильная большая конкуренция между видами спорта за право быть олимпийским спортом и если сужать рамки олимпийского спорта то мы относимся к категории будет единоборств это греко-римская борьба это вольная борьба это тэквондо это значит карате это джудо и так далее поэтому у руководителей международной федерации национальных федераций континентальных союзов стоит вопрос как в первую очередь как повысить динамику динамичность интерес и зрелищность джудо как сделать джудо более интересным понятным привлекательным не только для узкого круга специалистов спортсменов тренеров организаторов судей и так далее но и для широкой аудитории зрители которые пришли на спортивную арену посмотреть джудо для телезрителей поэтому и немаловажный фактор точка зрения и мнения представителей средств массовой информации а как джудо смотрится как на него реагирует молодежь подрастающее поколение привлекает ли содержанием соревновательности динамика интерес понятность джудо будем так говорить вот на международном уровне да и говоря как говорится само критично что в джудо есть проблемы проблема какого длительность соревнований имеется дух от двух до четырех дней соревнования много татами много участников трудно определить а кто же все-таки лидер несколько весовых категорий а где как как кто там лидирует использование японской терминологии не все знаете японский язык и здесь как раз мы говорим о правилах соревнований не всем ясны понятно правила поэтому последние годы вот эти вот экспериментальные тестовые правила в не кажется были применялись используется и вот на тринадцатый год после лондонской олимпиады снова года с тринадцатого года введены но будем говорить опять же экспериментальные правила они продолжаются сейчас на основаниях мирового уровня в континентальных союзах проводимых под эгидой а джиев вот и до как говорится чемпионата мира в бразилии на чемпионате мира в бразилии на конгрессе будет проанализировано вот это вот тестовые эти правила и окончательно будут приняты вот эти правила соревновательные правила судейские правила для того чтобы в последующие годы при подготовке к олимпийским играм в бразилии рио-де-женера не используют всевозможные опять же новые идеи изменений почему потому что здесь уже вступает сила физиология спортсмены вырабатывают навык это уже подсознательно под корочку записывается движение навык умение навык и так далее и чтобы не было дисбаланса будем то говорить непосредственно перед соревнованиями будет вот пошли специалисты по такому пути это спортивной комиссии это на судейская комиссия это комиссии по обучению развитию дзюдо это исполнительный комитет будет как международной федерации дзюдо то есть широкий спектр будем говорить специалистов том числе тренерский совет международной федерации что он сформирован из лидеров из лучших тренеров мирового дзюдо и то есть это имеет место широкой дискуссии обсуждения анализа опять же повторяюсь для того чтобы сделать понятные как говорится для всех специалистов будет и для зрителей еще раз повторяюсь именно правила основания под дзюдо но я в конце любого интервью прошу своих собеседников сказать несколько таких напутствие не напутствие а слов которые могли бы способствовать человек который впервые слушает от дзюдо что-то или видите дзюдо слов которые вы можете сказать которые бы повлияли на то чтобы он пошел и попробовал заниматься дзюдо какие бы вот слова вы хотели сказать этим людям в такой в плюсик в его копилку чтобы в копилку дзюдо чтобы он за этот человек вот сейчас посмотрев там интервью того вот дзюдо пойду-ка я вот хорошо сказали пойду посмотрю что такое дзюдо но я скажу немножко я сам из города владимира это 180 километров москвы древний русский город и вот я являюсь создателем основателем школы олимпийского резерва в городе владимира все в этом году и я с гордостью говоря являясь основателем школе дзюдо 88 исполнилось 25 лет сегодня в школе дзюдо занимается более 850 учащихся это возраст от пятилетнего возраста и будем до пенсионеров вот это позитив то есть дзюдо все возраста покорны независимо от погодных условий есть у нас сезонные виды спорта зимние и летние ну будем который зависит будем от благоприятной неблагоприятной погоды дзюдо в чем его особенность это хороший спортивный зал имеющийся татами и хорошие специалисты то есть позволяет позволяет это независимо еще раз повторяюсь по поводу условий заниматься этим видом спорта регулярно и мои рекомендации если нормальный здравомыслящий здоровый в медицинском плане человек еще раз говорю разного возраста имеет желание как говорится в целях оздоровления организма выбрать спорт я рекомендую рекомендую дзюдо почему потому что это доступность это динамичность это всестороннесть развития как мышечная система сердечно-сосудистая система координационных способностей физических качеств ловкости быстроты выносливости ну а самое главное что и в жизни разные ситуации бывает потому что дзюдо это специфичные спорты где используется определенная больных техника историю дзюдо это где и боевой раздел будет использовать удушающие приемы болевые приемы и специальная техника борьбы потому что это на освоив технику дзюдо всегда можешь как говорят постоять за себя и защитить более слабых людей от посягательства будем говорить на здоровье или там моральные там допустим там как говорится принципы и так далее подобные то есть вот этот вседоступность и разносторонность этого вида спорта я отражаю как позитив будем так говорить по отношению по сравнению с другими виды спорта что говорить о травматизме например мы знаем анализируя американский все виды спорта я как-то читал информацию что один из самых травмоопасных видов спорта это гимнастика футбол другие виды спорта несмотря на то что еще раз говорю дзюдо это вроде бы борьба но в общем объеме ну будет не так много происходит таких болезненных ситуаций в результате занятий в результате сорновательной практики когда спортсмена получают серьезные травмы то есть незначительно но это бывает как говорят кашу ману ежи долл потеет а то все-таки борьба добывая там красно носовое кровотечение ну расчищена бывает там бровь и так далее где-то локтевые суставы пальцы там и так далее все это но будем все это потом в последующем посредством медицинских медицинской помощи это все быстренько восстанавливается вот но самое главное это всесторонность развития более человеческого организма спасибо большое удачи вам в судейской практике и в развитии дзюдо спасибо и вам всего доброго приходите в дзюдо